Здравствуйте! Вы смотрите новости. Студия Леся Кенфеева. Сегодня в выпуске главной темы. Подвела итоги и попрощалась с коллегами. По Дворце культуры России состоялся ежегодный отчет главы муниципалитета. Решение поддержали. Депутаты приняли отставку главы округа по собственному желанию. В ритме вальса студенческий бал прошел во Дворце торжеств Центральной. Подвела итоги и попрощалась с коллегами. Сегодня Юлия Купецкая со сцены ДК России отчиталась о результатах работы администрации за 2021, отметив масштабные достижения и успехи муниципалитета. Это был двухчасовой отчет, в котором цифры сравнительные анализы и обозначенные перспективы. В зале ДК России представители региональной власти, почетные граждане, депутаты, руководители промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, представители бизнес-сообщества, религиозных конфессий, общественных организаций и молодежных движений. Юлия Купецкая постаралась понятно и четко подчеркнуть успехи в развитии муниципалитета. Успела поблагодарить всех и каждого, кто работал и продолжает работать, кто прикладывал усилия, чтобы перемены в Серпухове были только к лучшему. А перемен на десятки страниц подробного доклада. От побед школьников на Олимпиадах до реализации государственных программ, от ремонта тротуаров и дорог до социальных мер поддержки врачей и учителей. Основная задача власти – слушать и слышать людей, подчеркнула Юлия Купецкая. Высоких и положительных результатов можно добиться только общаясь и взаимодействия с жителями, понимая их желания и требования. 2021 год, как и многие другие, был непростым, но крайне насыщенным и интересным. Вместе мы смогли сделать наш округ еще более современным, привлекательным и комфортным. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поставил перед нами основные цели. Чтобы каждый человек чувствовал перемены, видел, что в его городе, микрорайоне, во дворе обстановка радует глаз. Это возможно только тогда, когда работают команды. Тысячи людей включены в процессы, которые волнуют жителей. Серпухов находится в лидерах по благоустройству, изменениям качества дорог, работе земельно-имущественной сферы, установке камер видеонаблюдения. Но есть и сферы, где необходимо эту работу усилить. Экономика, здравоохранение, образование, социальная политика, культура и туризм. Парки Подмосковья, спорт, молодежная политика, градостроительная политика, благоустройство, дороги, ЖКХ, экология, безопасность и общество. Это пункты отчета главы. Во всех сферах жизнедеятельности высокие показатели роста. Новые объекты строительства, новая инфраструктура. Работу администрации Серпухова региональная власть оценивает высоко. Соблюдается принципы губернатора, житель всегда прав. Все запросы услышаны и реализованы. Это самая сильная сторона команды управленцев Серпухов. Каждый человек точно знает, что он будет услышан и на его запрос получится ответ. Каждый день работы должен быть масштабной, потому что только такой темп обеспечивает перемены. И, конечно, масштабный отчет, масштабная работа, которая произведена, но оценка должна быть дана жителями. И мы ее видим, что эта оценка, скорее всего, пятерка. Не просто пятерка, а аплодисменты стоя. Таков итог отчета, а точнее результат работы администрации. Во главе с Юлией Купецкой. Сегодня она в последний раз говорила о достижениях Серпухова. Сегодня я представила вам свой последний отчет в городском округе Серпухов. Я уверена, что Серпухов будет так же динамично развиваться, как он развивался в последнее время. Что все те намеченные планы, которые мы с вами перед собой поставили, обязательно будут выполнены. Я знаю, что Серпухов – это город с огромным потенциалом. Город с прекрасными людьми и с прекрасными руководителями, многие из которых сегодня находятся в этом зале. Мы создали все условия для того, чтобы перемены в Серпухове не останавливались. В истории Серпухов были разные моменты. Но сейчас это точно один из флагманских муниципалитетов Московской области. Спасибо вам, уважаемая команда Купецкой. И с этим сложно не согласиться. Это звучало в зрительном зале. Отчет главы муниципалитета присутствующие назвали содержательным, объективным и понятным каждому. Работу Юлии Купецкой признали успешной. Своими впечатлениями многие делились в прямом эфире. Трансляция мероприятия велась онлайн на сайте нашего телеканала. И мы эти перемены к лучшему видим не только в отчете, а посещая все учреждения в городском округе, гуляя по улицам, отдыхая в парках и скверах. Импонировало то, что подробно было сказано о достижениях, определялась перспектива дальнейшего развития города. И действительно, даже хочу сказать, приезжают мои друзья, коллеги сюда. Все отмечают, что наш город на последнее время резко изменился в лучшую сторону. Конечно, жаль, что глава переходит на другой участок работы. Я бы хотел ей пожелать, чтобы на новом участке работы, чтобы она также успешно работала и достигала хороших результатов. Отчет главы очень меня впечатлил. Был дан очень глубокий, полноценный анализ абсолютно всех сфер жизни, жизнедеятельности нашего городского округа. Не забыто абсолютно ни одно направление, ни одна сфера, ни социальная, ни образование, здравоохранение, бизнес. В общем-то, все-все-все было охвачено. Я лично как житель вижу перемены в своем подъезде, в своем дворе. А самое главное, что я вижу перемены на своей любимой работе. Действительно, наши учреждения образования развиваются с каждым днем. Происходит капитальный ремонт, происходит текущий ремонт. И это очень важно. И, конечно, сегодня мне хочется сказать огромное спасибо правительству Московской области, главе города, команде администрации за то, что происходит в нашем городе. У Серпухова серьезный потенциал во всех сферах и большие перспективы. Сегодня присутствующие выразили надежду, что и наступивший 2022-й будет для городского округа ярким и продуктивным. Сразу после ежегодного отчета состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа. Его провел председатель Игорь Ермаков. Парламентарии дали оценку эффективности работы за 2021 год главы и администрации муниципалитета. А также рассмотрели заявление Юлии Купецкой об отставке по собственному желанию. Участие в заседании Серпуховского совета сегодня принимают заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная, начальник главного управления территориальной политики Елена Ковалева, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков. На повестке дня пять вопросов. Предстоит принять ряд важнейших для развития городского округа решений, но вначале оценить деятельность главы администрации за прошлый год. Отчет был очень подробный, буквально была освещена вся деятельность администрации округа, всех учреждений, всех видов деятельности, и спорта, и культуры. Предлагаю признать деятельность главы городского округа Серпух в Московской области Юлии Олеговны Купецкой и деятельность администрации городского округа Серпух в Московской области по результатам отчета за 2021 год удовлетворительные. Кто за, против, воздержался, решение принимается. 26 января глава подала заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты поддержали ее решение и сделали небольшое отступление от повестки. Совет депутатов благодарит вас за плодотворное сотрудничество. Мы очень рады были с вами работать. С вами город изменил свой облик. Жители вас полюбили. Очень приятно с вами работать. Серпуха и замечательные жители, безусловно, активные жители. Иногда непросто, но точно это все приводит к очень положительным результатам, мы это видим. И та поговорка, когда говорится о деянов поле не воин, это, наверное, про нас. Жизнь идет, все меняется, но точная частичка Серпуха, я думаю, что остается с нами. Семь лет были плодотворены, важными. И мы всегда с вами рядом. Спасибо. Временно исполняющим обязанности главы городского округа по решению Совета депутатов назначен Сергей Никитенко. Уважаемые коллеги, прошу поддержки исполняющего обязанности для того, чтобы жизнь в Серпухове брала следующую ступень. Народные избранники также приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета и утвердили состав конкурсной комиссии от Совета депутатов. Конкурс продлится до 24 февраля. В честь Дня студента во дворце Торжест Центральный состоялся традиционный бал. Лучшим студентам вручили благодарственные письма и подарки. Екатерина Баташова – студентка губернского колледжа. Она участница многих конкурсов и фестивалей. Занимается волонтерской деятельностью. Девушка признается, станцевать на балу было ее мечтой. Я волновалась, я думала, в каком платье, я думала, что надеть, потому что все-таки сейчас новая жизнь, современный мир. И я думала, может быть, бал будет современным, но я понимаю, что это бал, и нужно выбрать платье. В этот день Юлия Купецкая и депутат Совета депутатов Надежда Еремина, лучшим студентам городского округа, вручили благодарственные письма и подарки. Дамы в изящных платьях, кавалеры в костюмах. Каждый знает, ни одно подобное светское мероприятие не может обойтись без вальса и бального танца «Ручеек». Чтобы создать атмосферу настоящего бала, нужна большая подготовка. На протяжении всех репетиций студенты профессиональных и высших заведений Серпухова продолжали учиться и участвовать в организации будущих мероприятий. Мы начали готовиться на мероприятия еще в декабре. Мы собирались, очень много меняли. Очень много нервов было тоже потрачено. И платья тоже долго выбирали, и прически. Мы готовим разные городские мероприятия. Только до 9 мая, на тех портанах и молодежи, на различные клыжные сновы. Для участников и гостей бала творческие коллективы городского округа приготовили танцевальные номера. Ну а в конце для всех современная дискотека. Гуляй, студент, гуляй! В субботу, 29 января, пройдет молодежный фестиваль, посвященный Дню студента. Начало в 15.00. Место действия – парк имени Олега Степанова. В программе праздника «Квест» – необычная игра, напоминающая хоккей с мячом под названием «Брумбол». Выступление артистов и занимательная интерактивная программа. Принять участие в фестивале может любой желающий. Мероприятие пройдет в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье». В селе Покровское городского округа Одинцова прошло первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди девочек 2010 года рождения. Серпухов представляли воспитанницы спортивной школы «Звезда». В числе их соперниц были коллективы из Московской, Орловской, Владимирской, Курской и Ивановской областей. Наши девчонки уверенно одержали четыре победы подряд. Этот результат позволил выйти в финал подопечным тренера Ольги Паперновой. В решающем поединке серпуховичкам противостояли сверстницы из мытищ, которым в итоге и улыбнулась удача. По итогам соревнований лучшим атакующим защитником была признана капитан звезды Виктория Молчанова. Игроков и тренеров наградили кубком и медалями. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Еще больше новостей читайте, смотрите на нашем сайте, на сайте администрации, в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»